посреди тундры вот брошенная метла стоит сгоревшая как я понимаю посмотрите ну не красота костюм у вас красивый я всем говорю это не костюм а это выгибная одежда походка с курткой утро в Амгуэме время начала шестого карьеры готовятся запрягают собак погода более-менее нормальная сильно пурги нет так как мы идем вдоль дороги поэтому сегодня дорогие кино то будем стартовать но морозно я думаю что минимум 25 с ветром здесь на чукотке очень особенно говорят южак влажный колючий если мы дойдем до перевала нормально там на самый крайняк давайте так смотрите до перевала доходим там кто-то не по человеку два сопровождение 20 до последний последний идет пляжка и один тут стоит чтобы пропустить даже первые которые идет его куда начинают пропускать трое на перевале начинает на перевале нужно ставить лесник уход Тарас сказал что он еле прошел в поселок а Бельман сейчас здесь пришел ночью в двенадцать вышел в три приехал говорит местами не было видимости ночью здесь все таки более-менее в Амгуэме между Амгуэмой и Гвикино там есть перевал и там не очень хорошее место и наши оргкомитет переживают и группа сопровождения переживают что там будет тяжело собакам идти но я так понял что все равно мы идем поэтому продолжаю собираться в Старх Мангуэме очень сильный ветер и мороз сегодня было где-то 30 градусов ночью вот гала какое сильное очень жесткая сегодня погода даже не верится что уже почти середина апреля сегодня очень тяжелый будет этап очень тяжелый будет перевал между Амгуэмой и Гвикинотом Александр Печень основатель гонки Камчатской Берингия собачьих упряжках почетный гость приехал на и эта гонка тоже снимает старт после старта в Амгуэме идем до Гвикинотом по автомобильной дороге все идут плотной группой прошли где-то 30 километров между Амгуэмой и Гвикинотом вот так вот все метет мы на бурлаках потихоньку пробираемся но я не знаю как собаки будут идти единственный ориентир дорога но в фургу собаки подуставшие могут ложиться начать поэтому часто останавливаемся у нас четыре вездехода и четыре снегохода сопровождают сегодня ветер такой силы аж дыхание перехватывает все заканчиваю стоим на месте отдыхаем обстановка по кайфу и ждем упряжки бурлак весь качается порывы ветра очень сильные сегодня будем добираться долго до Амгукинота бурга очень сильная идем по перевалу самому опасному который между амгуэмой и Гвикинотом едем практически практически на ощупь на подъезде к Гвикиноту стоит такая арка здесь проходит полярный круг мы в таком вот шикарном месте вокруг горы бурга мы уже недалеко от бурга не утихает единственное что стало немножко потеплее но это тоже ничего хорошего снег станет более мягким ну собачки идут недавно мы обогнали лидирующую упряжку двигаемся в сторону и гвикинота а и а и здесь конечно поменьше дует вот поселок он окружен со всех сторон горами но тем не менее народ ждет готовились даже и рангу построили на такую ветру стоять обалдеть все упряжки финиширует в эгакеноте финишировала две упряжки вот такой сильный ветер думали что здесь будет ветер меньше но что-то ветер не уменьшается здесь в эгакеноте у нас будет день отдыха то есть сегодня завтра мы будем здесь это последний день отдыха для собак для каюров первую очередь будет уже финишная прямая на данный момент упряжки прошли около 800 километров на набережной эгакенота находится памятник строителям дороги которые здесь строили местные дороги в тяжелых условиях вот так финиширует этап в эгакеноте очень сильная пурга ну народу очень много собачки отдыхать сегодня был очень тяжелый переход ну хорошо хоть ветер спину был мы тоже чуть не улетели на вездеходе мы вниз прям ушли обратно так жопа выезжает вообще не видели ничего трое мы так ехали смотреть не надо ее ставить это все бесполезно идем по центру эгакенота центральная часть вот так вокруг везде горы идем заселяться в гостиницу вот в ней будем жить утро новый день в эгакеноте погода особо не улучшается вроде так появляются пятна чистого неба солнце иногда пробивается но ветер по-моему меньше не стал зашли на местную почту думали тут может какие-нибудь открыточки что такое вот душевное интересное а здесь все висят автоматы будки и закрытое окошко вот и вся почта ходим гуляем по гокеноту одни магазины вокруг ходим так магазином шаримся делать смотрим цены цены такие примерно как москве или чуть дороже за серединка на половинку какой-то товар есть дешевле даже например язык говяжий замороженный 500 рублей где в москве 500 только дороже вот такие дорожки протоптаны в музей в музей зашли в гокеноте вот такие многоразовые пахилы такого я еще не видел что зашли в гокеноте вот такая мощность в Wow что мы или Сходили в музей, погуляли, посмотрели, интересно, есть моменты интересные, а на улице ветер все усиливается, а я уж утром ненароком на наших организаторов подумал, что погода вроде улучшилась, а они нам говорят сидеть до послезавтра, но не тут-то было. Свет, это субботу херов прогноз, тепло будет, тепло нельзя, субботу будет вообще ночью до плюс два, плюс три. А нам главное, что не замерзнет, ну все. Да мы-то не замерзнет, я к чему говорю, если завтра выйти, собаки готовы, нет? Ну в принципе, да, у всех трогали, ну надо других спросить. Поговори, я потом позвоню тебе, если завтра выйдем до Улькали, а вот с Улькали в четверг, это будет среда завтра, в четверг погода везде хорошая, прям хорошая, расстояние где-то 120 километров будет. 120 до Крыла, ну примерно, там плюс-минус, ну там минус три будет. И там уже, выпадая в пятницу Пургу, будет температура где-то минус пять, минус шесть, будет юго-восток, ну такой не сильный ветер, до порыва, там, пятадцати. 15-17, ну вы сошли сейчас, порыва 29, нет, с ветром, когда снега не будет, такого сильного. Ну если теплый, а так мы попадаем, если выходим после завтра, попадаем в пятницу Пургу, этап большой, до Крыла, пятница, попадаем в Пургу и субботу Пургу, а воскресенье будет нормально. Ну уже будет тепло, но нормально. Я просто предлагаю в четверг выйти, пойти, до Крыла дойти, потому что будет погода хорошая, вот этот длинный этап. Собаки восстановились, нормально? Ого, встают, нормально, встают все. И еще и на ворон у вас прыгают. На ворон прыгается хорошо. Значит силы есть, да? Когда вот лезят постоянно, это... Ни на чего внимания не обращают. Когда вот на ворон у вас что-то есть. Вот бродячие подходят, уже лают. Ну понятно. Силы появились. Что сейчас... Так что давайте до завтра, старт, на 7 утра. На 7, нормально, по световому дойдем, не будет так сильно дуть как будто. Будет меньше, ну, 10 сантиметров будет. Будет кали будет что-то дывать, ну пройдем. Четверты, то пойдем нормально. Прям хорошая погода. В Улькале будет и вонады. Может измениться еще, правда. Вечером посмотрим. Восемь часов, это... Обновление будет. Обновление будет еще в час где-то. По норвежскому шайку. Урно. Очень точный. Урно. Очень точный. Урно. Очень точный. Ага, очень точный. В России не ошибается. Даже у нас по России? Да. Ну, здесь все циклоны, смотрите, что за день. У себя тоже, да? И летом тоже, да? Да. Если надо запомнить. Где она побежала, увидел, что собака у нее одна отвязалась. Ну, там заборчик не должна приходить. Допустим, завтра. Вот. В 7 утра. Ну, вот-то. Нормально. Нормально. Два метра, что ли? Ага. Это, считай, нету. Беспорыл. Ну, вот так вот. Все с нами слышали. Все складывается так, что все-таки завтра пойдем. Все меняется. Все-таки окончательное решение будет. Будет принято вечером. А Юры посоветуются. И вместе с руководством гонки примут решение. Доброе утро. Меня зовут Джошуа Леви. Я первый турист, который был здесь вообще один. Едем вдоль гор. И вот такое молоко вокруг. Представляете? Очень сильно потеплело. У нас очередная проблема у Бурлака. Я вырвала шток амортизатора. Так выглядит Уилькаль. Искимосский поселок. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова